Приветствую всех, кто заглянул на мой канал. Спасибо тем, кто подписывается, оставляет свои комментарии, ставит лайки. И дурака, который молчит, сочтут заумного. Раньше ТВ-шка ничего не слышала, но ей это не мешало. Рот у нее не закрывался. Теперь она все слышит, даже сказанное самым тихим шепотом, но молчит. Единственное, что у нее не меняется, это глупое выражение лица. Оно у нее всегда одинаковое. Хоть слышит, хоть не слышит. Самвел ей скоро запретит носить слуховые аппараты. А зачем ему немая мать? Сейчас все на себе вывозит Надя, но ведь скоро она уедет, а ТВ молчит. И что ему делать в таком случае? Брать все в свои руки и начать вытягивать на себе? Нет, он уже отвык от этого. На бабу Таню слуховые аппараты действуют, как на попугая покрывала. Бабе Тане срочно понадобилась в больницу. А у Самвела нет времени, у него спектакли, репетиции. И нет другого выхода, как попросить Надю задержаться до 7 числа. Надя нужна от Севки, как воздух. Но пройтись по ней для Самвела – это закон. Видели зрители, как быстро она набрехала, что отправила шубу по новой почте? Видели и слышали. Как вы договаривались вначале выдать старую шубу за новую? Идея была Севкина. Надя подыграла. Только теперь получается, что Надя врунье, а Самвел, как он заявляет, «я никогда не брешу». Вот это его «никогда»? Уже смешно становится это слушать. Они там все врут. Только потом это преподносится как шутку и стремление развлечь зрителей. А мы неблагодарные, этого не понимаем. «Ты билет уже купила?» – спрашивает Самвел. «Да нет, им позвонишь». Они говорят, «еще рано». Зачем Наде спешить с покупкой билета, если она тешит себя надеждой на то, что ей позволят задержаться здесь еще чуть-чуточку? Она бы и здесь несколько месяцев побыла бы. Новый год так быстро наступил, прошел, она бедненькая глазом не успела моргнуть, как ей уже пора уезжать. «Ты будешь просить Надю остаться?» – это раньше ТВ просила. Сейчас она либо приказывает, либо милостиво позволяет остаться и водить ее по больницам. А зачем ей Надя, если она сама все прекрасно знает? Рассказывает Наде, в какие конкретно больницы им надо попасть, как пойти в регистратуру, что там нужно сделать, забрать карточку, потом поехать в другую больницу. Она ведь и сама это может сделать, ведь прекрасно понимает все, что нужно делать. Поймает такси, поедет в больницу, заберет карточку, опять сядет в это же такси, ее привезут к следующей больнице, там она пойдет к нужному врачу. Она там была неоднократно, значит, знает дорогу, но зачем лезть человеку в глаза и оставлять в квартире ей Надю, с которой она не хочет больше находиться. Все, Надя уже все дела переделала, может отправляться домой. Надо становиться самостоятельнее. Баба Таня не хочет ничего, она хочет лежать и жрать. Если ей нужно куда-то пойти, она хочет, чтобы ее носили на руках. Старость приходит к людям в разные годы, ТВ уже старое, вдобавок к этому и ленивое. За нее практически все делают, даже думают. Ой, давно Самвел ее не гонял по комнате, давно не заставлял делать гимнастику. Баба Таня пару раз дернулась, тут же устала и снова плюхнулась на кровать. Бок болит. Если бы у нее в самом деле болела спина и болел бок, да еще и так сильно, как она это преподносит, она не смогла бы часами сидеть на кровати без опоры. Даже со здоровой спиной человеку было бы сложно так сидеть. А она за все время ни разу не пожалуется. Ой, я уже устала сидеть, я прилягу, у меня где-то что-то болит. Неа, она этого вообще не произносит. И в туалет не ходит. Когда Самвел ей говорила, что она должна гулять подолгу по улице, она говорила, ой, каждый час мне нужно в туалет, а так как я живу на пятом этаже, мне трудно туда-сюда бегать. А когда идет трансляция 2-3 часа, она только к концу может, в лучшем случае, пойти в туалет. Но каждый час она точно туда не ходит. Надя молодец. Она не только с шубой готова подыграть Самвелу, но и во всем остальном. Если он говорит, что виноват кондиционер, значит так оно и есть. Столько разговоров ведется об этом кондиционере, но никто не предпринял за все лето ни одной попытки, чтобы решить этот вопрос. Самвел приходил к маме, включал кондиционер, так как сидеть было душно, а сидеть ему надо было всенепременно у мамки снимать видео. Он не подумал о том, что ТВшка вот точно так же и продолжала сидеть на кровати под ним. Но виновата у него почему-то только Ира, которая сказала, что она у себя в квартире кондиционер не выключает. Но это же не было рекомендацией к действию. К тому же они могли сделать перестановку в комнате, поставить ее кровать на то место, где стоит кресло Самвелла, а тумбочку и кресло передвинуть под кондиционер, ну хотя бы на летний период, и на нее не дуло бы. Но нет, они ничего не предпринялись совершенно. Ладно, у ТВ есть отговорка, почему она так плохо ходит. У нее болит спина, болит бок, а у Нади какая она ведь ходит не лучше. Да, она соскакивает резче, она более активная, чем была раньше, но со стороны заметно, что с ногами у нее тоже проблема. Переваливается она как утка при ходьбе, но Самвелл на это не обращает внимания и все время ставит Надю в пример ТВ-шки. Ой, а Надя хочет домой, говорит, я так соскучилась за котиком, до слез соскучилась. Но если в ней тут нуждаются, она готова задержаться еще на несколько дней. Самвелл без смеха это слушать не может. Включил зум, чтобы зрители могли лучше разглядеть, с каким выражением на лице Надя врет. Надя и в самом деле врет. Говорит, а сама не знает, куда глаза спрятать. То в сторону посмотрит, то в пол. Когда говорила про кондиционер, она смотрела прямо на Самвелла. Как заговорила о своей безумной любви и тоске к Масику, тут же стала отводить глаза. Позвонил Эдик поздравить маму с Новым годом. На каждую фразу Севка реагирует. ТВ спрашивает про внучек, он тут же говорит, ну что там, все уже позабеременели. Надя его отдернула. Ну зачем трогать детей? Да ему без разницы, кого трогать. Мать, брата, сестру, племянница, он всех ненавидит. Поэтому трогал и будет трогать всегда. А беременность племянниц, может, не дает ему покоя тем, что семья Эдика будет увеличиваться, в отличие от его семьи. Эдик хотел, чтобы ТВ-шка включила камеру и могла увидеть их. А она ее так и не включила. Она просто не поняла, что он от нее хотел. Сказала, что я этого не дождусь. Она, видимо, решила, что он говорит про встречу. В следующий раз, когда она будет передавать разговор с Эдиком, ну кто поверит, что она передает разговор правильно. Она часть не услышит, часть слов не поймет, остальную часть придумает. Получается испорченный телефон. Савел говорит, мама, у тебя разница с Надей будто не в 10 лет, а в 40. Ну, он, конечно же, имеет в виду умственные способности. У ТВ-шки одна внешность в голове. Говорит, я что, выгляжу на 90? Выгляжу гораздо моложе. Сидит вся бабка сморщенная. Естественно, на лице у нее морщин тоже полно. Но она их упорно старается не замечать. Но ведь суть и дело, это не меняет. Еле ползает. Вид сумасшедший. Сахар, наверное, выше, чем 11. Она только о морщинах и думает. Надя вспомнила, какую ересь несла ТВ-шка после операции. Стала смеяться. Ну и тут ТВ-шка немножко пришла в себя. Стала соображать. В ее квартире над ней смеются. И кто? Какая-то Надя. Чтобы поехать в больницу, ей Надя не нужна. Начала соображать. Говорит, я поеду с Зиной. Зину никто не спрашивает. Баба Таня уверена. Стоит ей щелкнуть пальцами, и все будет сделано. Зина на 3 года старше может отвезти в больницу не только себя, но и бабу Таню. Может стоять в очередях, может ходить с ней по магазинам, таскать сумки. И только молодая ТВ с гладкой кожей не может абсолютно ничего. Потому что морда-то у нее морщинистая, как бы она не сопротивлялась. А вот мозг действительно гладкий. Из-за этого все ее проблемы. Ты видела, мама, что мне Коля подарил? Видишь, золото, цепочка, кулончик, 10 грамм весит. Ты бы посмотрела, как ты равнодушна. Раньше она к золоту, пусть даже к чужому, больше интереса проявляла. То, что приплыло к ним в руки, даже если сам Вэллу, она ведь автоматически считает это и своим. Ее интересует, сколько уплыло в руки Коли, как ответный подарок. Деньги. Это не ответ. Ну, конечно, не ответ. Она должна знать точную сумму и в какой валюте. Ей надо спрашивать конкретно. Севка любит играть словами. Ему надо спрашивать, сколько денег ты подарил Коле и в какой валюте. Вот деньги ее еще пока интересуют. И свои, и чужие. Но сунула и в конверт к Зине, хотела и к Наде. Ну, та не позволила. ТВшка это так не оставит. Она потом все равно залезет и лично пересчитает. На слово она не поверит никому. Ищите другую дуру. Кулончик этот, говорит Севка, надо Олесе отдать. Ну, и опять, конечно же, пошла реклама Олесе. Нужно, говорит, чтобы она заговор прочитала, сделала из него оберег, амулет. Кто бы мог подумать, что пройдет время и сам Вэл, который скептически относился к подобным вещам, станет порабощен этими же вещами. Он без заговора Олесе скоро в туалет ходить перестанет. Вот так подпасть под влияние какой-то ведьмы ее колдовства? Кошмар какой-то. Что у него в голове? На мать говорит, что она с ума сходит. А он уже сошел. Самвелу интересно, что подарили Зине киевские друзья. Надя стала перечислять коробку конфет, банку икры. Ну, надеюсь, что Зина унесла ее домой. ТВшка такая, что могла заставить открытие к праздничному столу. У нее ведь совести нет. Она не будет думать о том, что у нее в холодильнике несколько банок стоит, а у Зины одна единственная. Ей плевать на всех. Она думает только о себе. Алчная какая. Таких еще поискать. Жадная буквально до всего. ТВшка не добивается, какую сумму подарет сам Вэл Коли. А у него-то язык чешется. Он хочет объявить об этом не только ей, но и всему миру. Такой хвостун. Так любит показуху. Так любит пустить пыль в глаза. Ха-ха-ха смеется. Он говорит, это не ответ. И ждет реакцию мамы. А реакции никакой. Мама, доллары я ему подарил. Это ответ. Она пожимает плечами. И все равно не спрашивает, сколько конкретно. Но видно же, что она сидит никакая. Что он от нее хочет? Но дожал таки. Спросила она, сколько? А не скажу. И тут же. Три тысячи. Тридцать. ТВшка опять. Ноль эмоций. Мама, может быть у тебя болит что-нибудь? Он не может представить, ну почему же она никак не реагирует на эти цифры. Зубы болят. На честном слове держатся. Менять надо. Да у тебя уже жизни не осталось. А тебе нужны новые зубы. Для чего? Чтобы тебя похоронили с этими новыми зубами. Как ему нравится ее в гроб класть. Он постоянно ей об этом говорит. Такое ощущение, что он ждет, не дождется, когда же это случится. Многие люди даже мысль не допускают, чтобы своим родителям такое сказать. Наоборот, когда время проходит и родители уже становятся преклонного возраста, дети смотрят на них и думают, что как жаль, что так мало остается времени. Ведь скоро наступит такой день, когда родителей с ними уже не будет. Если родители сами начинают говорить о смерти, нормальные дети стараются их успокоить и говорят, да это еще не конец, да мы еще поживем все вместе, да перестаньте даже думать об этом. А сам Вел только и говорит о том дне, когда мамы не станет. Ведь в тот день, как он сказал, у него развяжутся руки, он будет свободен, как сопля в полете. Никто и ничто не будет ему мешать жить так, как он хочет. Не надо будет больше ходить с мамой по больницам, тратить на нее деньги. Нет мамы, нет проблем. Так думает Севка. Надя слушает речь Самвела и согласно кивает головой, как китайский балмальчик. Она согласна со всеми его словами. А ТВшка как-то предупреждала ее, что она должна быть за нее, а не за Самвела. Только в этом случае она будет находиться в ее квартире рядом с ней. Но Надя сказала, нет, извините, подвиньтесь. Прежде всего Самвельчик. Вот с таким девизом она и шагает по жизни. Вот поэтому теперь она и не приезжает побольше двух месяцев сюда, в эту квартиру к бабе Тане. Она и попросту это не позволяет. Раньше ТВшка, услышав от сына такие речи, тут же начала бы кричать. Что ты меня хоронишь раньше времени? У каждого свой срок. Когда придет, тогда я помру. Сейчас еле слышным голосом она вспоминает некую Таню и говорит, что я повторю ее судьбу. Сделали этой Тане зубы и она умерла. Можно подумать, что причина была в зубах. Многим людям делают зубы, но они после этого продолжают жить. Надя эту Таню тоже знает. Говорит, так она же больная была очень. Я удивляюсь, как после этих найденных слов ТВшка не стала говорить о том, что она тоже нездоровый человек. Сколько у нее болячек. Аж шесть штук она тогда у себя насчитала. ТВшка выслушала про болячки чужой женщины и тут же переключилась на Ольгу Леонтьевну. Вообще, такое быстрое было переключение, совершенно непонятное. И вообще не имеющее к разговору, который только что шел, никакого значения. Она хочет задать ей вопрос. Какой праздник отмечают в январе? Все отмечают. Почему ей вдруг захотелось задать этот вопрос именно Ольге Леонтьевне? Самой предположил, что, ну она скажет, Рождество. Рождество, Старый Новый Год, Крещение. Может быть, Ольга Леонтьевна перечислила бы все эти праздники. Но ТВшка остановилась только на Старом Новом Годе. Сказала, что этот праздник все отмечают. Такие есть интересные люди, которые делают вот такие обобщения. Все говорят, все делают, все думают, все отмечают. Но взрослые люди должны понимать, что не все. Не все люди одинаковые. Не все говорят, не все делают, не все думают и не все отмечают праздники. Даже если не брать в расчет другие народы, а взять в их стране, ну наверняка найдутся люди, которые по той или иной причине не будут отмечать ни Новый Год, ни Рождество, ни Старый Новый Год, ни Пасху, ни Крещение. Почему-то считается, что все, буквально все должны отмечать праздники. Как церковные, так и светские. Самой говорит, а почему ты не спрашиваешь, что я им всем подарил? Вот тут она проснулась и начала кричать. Молодец, что подарил. Всем уже сделал подарок, придобрился. А мы будем дарить сегодня. Надька, он на всю капеллу нажарит беляшей. Что, мало чего. Вот это и будет подарунок. Вот, поставит Света на стол ваши беляши и угощайтесь только ими. Как неприятивно им встречать эту коргу у себя дома и сажать ее за свой стол и угощать. Злая, завистливая, скандальная, ненавидит их, будто они ее злейшие враги. Она часто спрашивает у зрителей, что вы так ко мне относитесь? Я вам что, в борщ на сало? А ей сытники получаются на сальве, да? Савел сам к ним лезет со своей едой и визитами. Они уже не знают, как от нее отпинаться. Ведь они же ничего у него не просят. Но она на сына не смеет наезжать и выливает всю злость именно на сытников. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надолго не прощаюсь с вами. Всем пока.